Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Натальи Ревышева. Ударим 1 маем. Кто и как выразил свое недовольство в день солидарности трудящихся? Трофей Масада. В чем израильские спецслужбы обвиняют Иран и чем опасно это противостояние? Роман с канцлером. За что бывший муж невесты Герхарда Шрёдера требует от него 77 тысяч евро? В лицо с зелёнкой за маёвку. Во многих украинских городах прошли первомайские акции. Спокойно и мирно было не везде. В Николаеве неизвестные напали на организатора марша подкраулев его у дома. Плеснули в лицо зелёнкой. В Житомире националисты устроили перебранку с участниками демонстрации, которые требовали от властей достойных зарплаты пенсии для украинцев. Как прошли манифестации в других городах, расскажут мои коллеги. В Харькове к памятнику независимости пришли полсотни человек. Сотрудники полиции и группы активистов предупреждают. Никакой коммунистической символики. Обеспользование тоталитарных этих всех листовочек и прочих, призыву о воссоединении Советского Союза, украинской, советской, социалистической, это категорически запрещено. Но участники акции тут же разворачивают красно-синий стяг. Флаг убрали, как и значки с одежды. Колона под красными стягами начинает движение. На университетской горке ее поджидал активист с бутылкой кефира. В Одессе у оперного театра собралось около 30 человек. Играл духовой оркестр, люди пели и танцевали. Вышли, потому что это прекрасный праздник, праздник единения. И желаем всем, всем, всем этот день провести, чтобы было весело, чтобы любили друг друга. Участники пришли с транспарантами. Критикуют власть за растущие тарифы на коммунальные услуги, отсутствие фактически бесплатной медицины и образования. Говорят, что сейчас у нас безработица стало меньше. Да, стало меньше. Вы знаете почему? Потому что мы ели, мы ели за границу, зарабатываем деньги. Провести акцию по запланированному сценарию не удалось. Помешали националисты. Во время перепалки одна из участниц акции ударила активиста флагштоком по голове. Пенсионерку задержали и отвезли в райотдел. Митинг после этого свернули. В Днепре лозунги «Мир, труд май» были слышны с самого утра. На первомайской демонстрации у одного из городских парков собралась молодежь. Сколько тебе лет? Тринадцать. Тринадцать? Да. За какие права ты ведешься? Не знаю. За спинами молодых людей старшее поколение. Раньше люди радовались этому празднику. Мы были счастливы. У нас было будущее. Это ностальгия о прошлом. Тем временем по главному проспекту Днепра идут бывшие сотрудники заводов, представители профсоюзов. Лозунги вовсе не праздничные. За бастовка! За бастовка! Мы требуем шестичасовой день и зарплату тысячу евро, ну потому что, ну, в принципе, как у нас сейчас средняя зарплата, пять-шесть тысяч, ну, на эти деньги выжить и прокормить семью нельзя. Первомай в Запорожье отмечали около сотни пенсионеров. Традиционно собрались и с красными флагами у вечного огня. Обошлось без эксцессов. Вспоминать трудовые будни и читать стихи собственного сочинения никто не мешал. Еще не истерлось из памяти время, когда населяло страну наше племя, где не было столько высоких заборов и хитрых, с хитрой сиреной надежных заборов. После короткого митинга традиционные застолья. Здесь же, в парке, на лавочке. Собраться снова пообещали уже 9 мая. Светлана Шекера, Андрей Анастасов, Елена Миндалюк, Сергей Бордюжа. Подробности телеканал Интер. Масштабный марш прошел и в центре столицы. Украинские профсоюзы отметили День труда. На первомайскую демонстрацию вышли около двух тысяч человек. Они прошли от Бессарабской до Европейской площади, несли флаги, плакаты с требованиями к властям. Все видела Ксения Борвиненко. Участники марша, члены профсоюзных организаций под флагами социал-демократической и социалистической партии вышли на демонстрацию. Но в этом году не только праздновать День труда, но и защищать свои права. Профсоюзная традиция марш мира, марш солидарности, марш единства профсоюзных. Сотни тысячи членов профсоюзных сегодня выходят показать свою солидарность, что мы хотим защитить свои права, право на труд, право на заработную плату. Профсоюзные в единстве хотят добиваться справедливости, миру, злагоди, чтобы жизнь была лучше и справедливее. Из-за масштабного марша полиция перешла на усиленный режим работы. Охраняли демонстрантов около 500 полицейских и бойцов Нацгвардии. К счастью, обошлось без провокации. Марш закончился на Европейской площади. Там главы профсоюзов обнародовали свои требования к власти. План «Как изменить страну к лучшему» предложил народный депутат Сергей Каплин. Об этом он написал в своей книге «План президента Каплина». Сам нардеп называет ее новой конституцией. Эта книга – это новая конституция нашей страны. Это уменьшение количества народных депутатов до 100. Это новая конституция, где предназначено уменьшение членов уряда, возможности откликания народных депутатов, депутатов местных районов, местных голев, упрощенную процедуру импейсмента. Эта книга дает ответ, как защитить простого рабочего, простого селянина, как дать ему гарантованную работу сразу после студентской лавы, как дать гидную пенсию, дать гидную зарплату, дать гидную социалку. И это далеко не все изменения, о которых написал нардеп Сергей Каплин. Он уверен, политическую систему нужно полностью изменить. А начать необходимо с объединения страны и создания одной мощной политической силы. Ксения Барвиненко, Геннадий Аникеенко. Подробности. Телеканал Интер. В оппозиционном блоке выступают против попытки украинских властей отменить празднование 1 мая. Об этом заявил лидер политсилы Юрий Бойко. По его мнению, этот праздник нужно наоборот восстанавливать и повышать ценность труда. Потому что и нищенская заработная плата, и отсутствие рабочих мест, безработица, трудовая миграция. Вот это все визитная карточка сегодняшней власти, которую она натворила за прошедшие 4 года. И сегодня нужно поднять авторитет человека труда, поддержать его, дать ему возможность зарабатывать, дать возможность работать предприятиям, промышленному сектору, экономике в целом. И тогда это будет благо для страны. Акции за права трудящихся прошли во многих странах. В Турции многотысячная толпа промаршировала по улицам Стамбула, людей усиленно охраняла полиция. Без задержаний не обошлось. 60 участников попали в отделение. Они пытались прорваться на площадь Таксим, которая уже несколько лет остается закрытой для демонстрантов. Жарко было и в Париже. Более тысячи анархистов устроили уличные беспорядки. Сожгли несколько тысяч автомобилей с цветами, надувными шарами и плакатами вышли на улицу греки. Они выступают против жестких мер экономии в своей стране и военных действий по всему миру. Процессию сопровождала передвижная платформа с куклой дяди Сэма, символ Соединенных Штатов. В этот же день суточную забастовку провели также моряки, поэтому вводное сообщение в Афинах было остановлено. Шесть вражеских обстрелов по позициям украинских военных зафиксировали в зоне операции Объединенных Сил. Два обстрела на Луганском направлении и еще четыре на Донецком. Противник применял гранатометы и стрелковое оружие. При фронтовой Марьинке с подробностями Игорь Левенок. Не кончается день и ночь у нас тут стрельба. Скучно не бывает. При фронтовая Марьинка. У дедушки Анатолия и бабушки Валентины гостит внучка. С начала войны девочка с мамой уехала в Польшу. Позавчера впервые вернулись в Марьинку и едва не погибли. Квартира разбита на Ворошилово. А теперь и нам сюда досталось. В метрах в десяти от дома пенсионеров разорвалась вражеская мина. Осколки посекли стены и прошили окна. Чудом никого не зацепили. Вон окно у нас, посмотрите. Хорошо в этой комнате никто не спал. Тамиле четыре года. Дитя войны, так называют ребенка, взрослые. Говорят, девочка уже понимает, что может произойти, когда вокруг стреляют. Зачем меняют от войны, когда стреляют? Я не знала ничего. Она подходит ко мне и говорит, бабушка, а ты знаешь, что такое война? Я молчу. Она говорит, это когда убивают людей. У меня вообще мороз по коже пошел. В связи с опасностью, дочь Таисию и внучку Тамилу, Анатолий Иванович обещает эвакуировать из Марьинки немедленно. Она рискнула всем, приехала поздравить отца 65-летие. Должны были уезжать в пятницу, а будем вывозить сегодня. Тем временем стрельба слышна все ближе. Ну вот Марьинка. По улицах ходят люди, где-то гуляют дети, а на соседней улице раздаются звуки боя. Наши солдаты на позициях говорят, бои ужесточились. Окупанты уже не стесняясь применяют минометы. Достается и мирному населению. Минометных таких обстрелей не было уже. Близко двух лет. Пальба длилась всю ночь. Боевые действия в Марьинке продолжаются и сейчас. Враг понес потери. Из прифронтовой Марьинки Игорь Левенок, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Самая громкая международная сенсация. Израиль обнародовал материалы, которые, по мнению его руководства, неопровержимо доказывают, что Иран обманул мировое сообщество и тайно продолжает разрабатывать ядерное оружие. Эти документы были получены в результате операции Моссада. Все подробности узнаем от Сергея Ослендера. Речь премьера была анонсирована заранее, сразу после экстренного заседания правительства. Все ждали, что он будет говорить об Иране. Накануне израильские самолеты разбомбили в Сирии склад тактических ракет иранского производства. Взрыв был такой силы, что вызвал землетрясение. Но то, что сказал глава правительства, вызвало похожие последствия. Сегодня мы сообщим секретные сведения об иранской ядерной программе. Они содержатся в тайном архиве Ирана, который отрицает, что намерен создать ядерное оружие. А я говорю вам, Тегеран лжет и еще как лжет. С того момента, как в 2015 году было подписано соглашение по ядерной программе, Иран сделал все, чтобы скрывать свои планы. Жестом фокусника премьер сдернул черное покрывало и открыл два шкафа. Один с папками, другой с CD-дисками. Вероятно, это один из самых громких успехов израильской разведки, которая сумела похитить иранский ядерный архив прямо из Тегерана. Вот что у нас есть. 55 тысяч страниц, 55 тысяч файлов на 183 дисках. То, что вы видите здесь, это точные копии оригинальных иранских документов. Вы, наверное, хотите спросить, где оригиналы? Так я скажу, теперь они в очень надежном месте. Дальше, иллюстрируя свои слова изображениями документов, фото и видеоматериалами, Нетаньягу стал доказывать, что и до подписания ядерной сделки и после ее заключения Тегеран обманывает мировое сообщество, тайно продолжая свои ядерные исследования. Это называется проект АМАД, цель которого — получить ядерное оружие. Иран скрывает планы проекта АМАД, чтобы получить ядерное оружие. Цель этого проекта — создать такое оружие. Вот что хранится в этих папках. Дизайн, производство и тестирование пяти боеголовок, каждая из которых рассчитана на 10 килотонн для установки на ракеты. Это оригинальная иранская презентация. Не нужно знать фарси, чтобы прочитать эти слова. 10 килотонн ТНТ. Такова цель проекта АМАД. Боеголовки для баллистических ракет мощностью в 5 бомб, сброшенных на Хиросиму. Можно лишь вообразить, что сейчас творится в иранской контрразведке, но реакция официального Тегерана была вполне предсказуемой. Выступление Нетаньягу назвали глупостью и ребячеством. У экспертов мнение другое. Уже и раньше были признаки, что Иран не выполняет свои обязательства перед МАГАТЭ. Во всяком случае, он так и не подписал дополнительный протокол, дающий инспекторам право досматривать любые объекты. Его инспекторы, которые должны иметь право беспрепятственного допуска на все атомные объекты, причем без всякого предупреждения, в любое время, когда я им звал благорассудисты, в любой точке Ирана, они не имеют никаких возможностей. Отсюда следует очень простой вывод, заключают специалисты. Ядерная сделка была, по сути, основана на честном слове Тегерана не продолжать разработку ядерного оружия. Все материалы, полученные в результате операции МОСАДА, переданы в Вашингтон. Там уже признали архив подлинный. Удобнее момента для Израиля нельзя даже вообразить. Меньше чем через две недели, 12 мая, президент Трамп должен принять решение о судьбе договора с Ираном. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Как отреагировали на это заявление в Европе и чем грозит противостояние между Израилем и Ираном, разбиралась Светлана Чернецкая, она в Лондоне. Европа, по сути, проигнорировала впечатляющие представления израильского премьера. Несмотря на красочную презентацию в PowerPoint, ЕС не увидел и не услышал ничего нового. Три главных игрока на европейской политической арене, Великобритания, Германия и Франция, сообщили, их приверженность к соглашению с Ираном остается в силе, и этот документ является одним из факторов мира в регионе. Именно эти три страны вместе с Россией, Китаем и США поставили свои подписи под сделкой в 2015-м. Тогда Тегеран пообещал ограничить масштабы ядерной программы в обмен на ослабление режима жестких санкций. Мы никогда не были наивны по отношению к Ирану и его ядерным намерениям. Я понимаю беспокойство Израиля и США, но позиция британского правительства предельно ясна. Мы верим в эту сделку и будем делать все возможное для снижения напряженности между странами. У нас есть механизмы для решения возможных проблем, но я не увидела аргументов премьер-министра Нитаньяху по поводу несоблюдения договора, то есть нарушения Ирана у своих обязательств в рамках ядерной сделки. Многие аналитики соглашаются. Презентация израильского премьера была нацелена на одного единственного зрителя. Это американский президент Дональд Трамп. Он не единожды заявлял, что готов разорвать ядерное соглашение с Ираном по причине нарушений со стороны Тегерана. Мол, там продолжают разрабатывать ядерную программу. Окончательное решение он должен принять через полторы недели, так что выступление Нитаньяху пришлось как нельзя вовремя. В самом Иране обвинения Израиля называют сплошным враньем. В общем, эти две страны давние враги и напряженность между ними продолжает расти. Особенно после того, как Иран увеличил свое военное присутствие в Сирии. И якобы поставляет оружие Хизбалле, которое враждебно относится к Израилю. Но пока Европа уверена, договор по ядерному оружию на данный момент лучшее средство для сдерживания влияния Тегерана на Ближнем Востоке. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности Британское бюро телеканала Интер. Безвизовый режим за отдельную плату. Вскоре для пересечения границ еврозоны украинцам, как и всем гражданам стран, где действует безвиз, придется заплатить 7 евро. Такова стоимость специального разрешения, которое требует новая европейская система информации о путешествиях. 25 апреля ее утвердили послы стран ЕС. Реализовываться эта программа будет в течение ближайших трех лет. И чтобы получить разрешение перед поездкой, нужно будет заполнить онлайн-анкету. Вся информация автоматически пройдет проверку по базам данных ЕС и Интерпола. Если запретов и замечаний не последуют, то допуск будет выдан автоматически. Такая система вводится для усиления безопасности и предотвращения нелегальной миграции. Причин, почему ЕС вводит такую систему, две. Впервые об этом заговорили в 2016-м после теракта в Европе. Тогда страны ЕС задумались, что было бы хорошо проводить предварительную проверку перед тем, как впускать иностранцев в еврозону. И эта система будет применена ко всем государствам, в которых действует безвизовый режим. А вторая – ответ на действия Соединенных Штатов. Ведь те граждане тех европейских стран, которые имеют безвизовый режим США, уже давно при въезде в страну вынуждены заполнять подобную анкету и платить 9 долларов. Президент США отложил введение пошлин на импорт на алюминий и сталь для ряда стран до 1 июня. Речь идет о Канаде, Мексике и Европейском Союзе. Это самые крупные импортеры. С Аргентиной, Австралией и Бразилией достигли соглашения. Об этом сообщает «Голос Америки». Напомню, в марте Трамп ввел новые пошлины. 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия. Это вызвало целую волну негодования и осуждения в международном сообществе. Однако сам американский лидер свое решение объяснил тем, что таким образом он хочет поддержать отечественного производителя. Банки в Украине терпят убытки. Главная причина – это проблемные кредиты. Например, один из достаточно крупных в стране, Альфа-банк, только за март потерял более 36 миллионов гривен. Это следует из отчетности этого финучреждения. По словам экспертов, банк выдал физлицам кредиты, которые те просто не в состоянии погасить своевременно. Экономисты заявляют, что сейчас ситуация с кредитами самая сложная за все годы независимости нашей страны. В ближайшее время из Украины могут уйти все банки с российским капиталом. Таковы прогнозы экспертов. Из-за санкций у многих некогда успешных финучреждений уже начались серьезные проблемы с капиталом. Санкции, стремительный отток капиталов и острый дефицит доверия со стороны клиентов уже вскоре могут поставить на грань банкротства. Российские банки в Украине считают эксперты. Пока в СНБО вслед за США готовятся ужесточить против них санкции, банкиры подсчитывают убытки. Многие украинцы уже забрали вклады из таких банков. В результате в прошлом году лопнули два крупных российских финучреждения. Недавно о закрытии заявили и в дочке российского ВТБ. Два крупнейших банка с российским капиталом, которые до сих пор работают в Украине, Сбербанк и Проминвест. Если первый полностью принадлежит российским инвесторам, то Проминвест банк лишь на 60%, что в банке предпочитают не афишировать. Именно Проминвест за последние два года понес одни из наиболее серьезных потерь. Ведь его собственник российский государственный внешэкономбанк еще с 2014-го остро переживает американские санкции. В результате депозиты Проминвест банка сократились на 80%, а убытки в прошлом году перевалили за 5 миллиардов гривен. Перекрытые улицы, драки и стычки с полицией. За последние четыре года в Украине исчезли 92 банка. Некоторые просто ушли с рынка, другие обанкротились, оставив вкладчиков ни с чем. Масштабные акции протеста уже не раз становились последним рычагом влияния для тысяч обманутых клиентов, лопнувших банков. Роман – вкладчик банка «Дельта», который обанкротился в 2015 году. Вместе с топ-менеджментом исчезла и большая часть вклада Романа. С тех пор он каждый месяц ходит в суды, пытаясь вернуть деньги. У меня именно пропала сумма около 50 тысяч долларов, скажем так. То есть 200 тысяч гривен не компенсировали с этой суммы. Вся остальная сумма сейчас в надежде после процедуры ликвидации, при продаже активов, мы надеемся и боремся за это, чтобы хватило денег с этих активов. Вот сходим, сегодня были заседания, мы уже несколько лет, даже больше двух лет занимаемся судами, контролем по судебным делам. Таких, как он, в Украине тысячи. Михайловский, Дельта, Даниэль. Дела по этим банкам уже тянутся годы, и когда люди получат свои деньги, неизвестно. Уже вскоре этот список могут дополнить российские финучреждения, работающие в Украине, уверяют эксперты. За прошедшие два года украинцы забрались с проминвеста более 5 миллиардов гривен. А эксперты уже неоднократно заявляли о том, что банк переживает массовые невыплаты по кредитам, большую часть из которых там выдавали в валюте. Если так продолжится и дальше, чтобы спасти проминвест, могут потребоваться серьезные вливания капитала. Но вот у его российских собственников, потерявших из-за санкций миллиарды долларов, они найдутся вряд ли. Во Внешэкономбанке уже заявили, что вместо спасения проминвеста намерены его продать. А НБУ спасать банк явно не станет, уверены эксперты. Единственной надеждой вернуть депозиты для украинцев останется фонд гарантирования вкладов. Но дело может растянуться на годы и длительные судебные процессы, считают экономисты. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Троим злоумышленникам, причастным к избиению народного депутата Мустафы Наема, предъявлены подозрения. Об этом сегодня сообщили в столичной прокуратуре. Двое из них, по информации ведомства, это граждане России, один украинец, четвертого, собственно, виновника нападения, пока не нашли. В деталях этой истории разбиралась моя коллега Елена Зорина. Вечер в воскресенье. Центр Киева это видео из интернета, где зафиксировано, как начинался конфликт с участием нардепа Мустафы Наема. На кадрах видно, как черный Мерседес Гелендваген с модными номерами пытается подрезать другую машину, где и находился нардеп. А затем буквально выдавить ее со своей полосы. Конфликт привел избранника на больничную койку. По его словам, он вызвал полицию. А вот водитель внедорожника – группу поддержки. Те начали драку. В результате нардепа прооперировали. Правоохранители троих причастных к нападению задержали по горячим следам. Сейчас они в изоляторе временного содержания ждут меры пресечения. По информации столичной прокуратуры, среди задержанных – двое 19-летних мужчин с российскими паспортами. Еще одному – 22, и он украинец. Если их вину признают, им может грозить до четырех лет тюрьмы. После того, как народный депутат прошел в огляд в лекарне, было установлено телесные ушкоджения. Додатково было порушено криминальное проведение за ст. 122, часть 1, умышленное причинение телесных ушкоджений в средней тяжкости. Еще одного того, кто ударил нардепа, ищут брат депутата на своей страничке в Фейсбуке, попросил любую информацию о его личности, а также видео с камер наблюдения. Кроме того, опубликовал и фотографию обидчика. Нардеп и коллега Мустафы Наема по журналистскому цеху Сергей Лещенко написал, что с этим человеком он учился в одной школе, якобы нападавший, если не всю жизнь, то много лет живет в Киеве. В полиции обещают уже в ближайшее время объявить его в розыск. Елена Зорина, подробности, телеканал Интер. И уже ближе к вечеру на своей странице в Фейсбуке нардеп написал о том, что по его данным, четвертый нападавший, который наносил удары, уже покинул Украину и улетел в Баку рейсом из Борисполя. Автомобиль, на котором он приехал, участники операции «Перехват» почему-то не зафиксировали, и он до сих пор не найден, да и сама машина была объявлена в розыск с опозданием. 40 лет продолжается возведение больницы в поселке Верховина Ивано-Франковской области. Почему клиника стала стройкой века и в каких условиях сейчас лечат местных жителей, выясняли наши корреспонденты. Верховинская центральная районная больница. Вот это здание – главный корпус. Когда-то она принадлежала польской полеводческой школе. Сегодня здесь хирургия. Рядом инфекционное отделение. Оно расположено в бывшей конюшне. В палатах уже давно буквально сыпется потолок. Потому что там дождь падает, и уже что мы там не делали, и запинивали, и замаливали, и замашивали. Все равно эта стелина падает, и вот так негодно мы с этим дать никак рады. Но хуже всего ситуация в терапевтическом отделении. Эти два корпуса были построены еще в позапрошлом веке. Деревянный каркас разрушается, из-за чего по стенам идут трещины. Мы каждого года делаем ремонт, но не делаем, все равно стены проседают. Вот мы уже даже запинили, но все равно трескают. Запинивали буквально прошло несколько месяцев. Все равно далее. Стены как были, трещины как были, так и остаются. Некоторые трещины сквозные. В палате, где лежит Мария Григорьевна, прямо возле кровати, огромная щель. Работники больницы заделали ей монтажной пеной. Но с улицы, говорит женщина, все равно задувает ветер. Если бы не заткали трещину, то на меня бы был ветер оттуда. Холодно бы было. Тут не будет дуть, а тут пальцы лезут. Из девяти корпусов больницы, говорит главврач, сегодня только один пригоден для использования. Остальные давно подлежат сносу. Ни структура примещения не соответствует требованиям. Ни, скажем, ни санитарно-гигиенические условия, которые есть. Потому что санвузли у нас один на поверх. А требуется, чтобы в каждой палате был. И стоят вопросы о закритие этих корпусов. Они абсолютно непридатны для использования как лековая установка. Пациентов мы не можем, где переселить. Единственный выход, говорят врачи, это переехать в новую больницу. Строить помещение уже начали. Еще 40 лет назад. Но вот закончить до сих пор не могут. Чтобы полностью завершить строительство, нужно как минимум 50 миллионов гривен. Кошты, которые бы имел район на спиофинансирование, на данном этапе не имеет. Но за счет денег областного бюджета, ну и можно будет с этим проектом идти на Державный фонд регионального развития, або через соцэконом-развиток, ну и попрошу эти деньги для того, чтобы эту лекарню побудовать и закончить, потому что она крайне необходима для жителей района. Правда, чиновники не исключают, что процесс выделения денег может затянуться на годы. А устоят ли до того времени старенькие корпуса нынешней больницы, прогнозировать не берутся. Марина Григорян, Жанна Дучак, Зиновий Автоназ. Подробности телеканала Интер, Ивано-Франковская область. ЧП в Николаеве ночью из-за прорыва канализации нечистотами подтопило несколько домов на пересечении двух улиц, Висково и Даля. Чтобы стойки не попали в квартиры, люди соорудили возле домов баррикады из мешков с песком. Труба коллектора лопнула из-за коррозии. Ее проложили в 1982 году и срок ее эксплуатации истек 11 лет назад. За последнюю неделю этот прорыв уже четвертый по счету. Только в прошлую пятницу ремонтники заменили еще одну часть этой же трубы. А водоканали сообщают, что длина аварийного участка по улице Лесково 500 метров. И чтобы полностью его заменить, нужно 20 миллионов гривен. Пожар в Одесском парке имени Горького сгорело кафе ВДВ. Все началось в половине пятого вечера. Столбы дыма были видны за километр. И уже спустя 40 минут пожарные локализовали огонь. Никто не пострадал. Как рассказали спасатели, помещение было построено из легковоспламеняющихся материалов. Поэтому огонь очень быстро распространился. Причину пожара сейчас устанавливают. В Бразилии из-за пожара рухнула высотка. 26-этажный дом обвалился прямо в центре Сан-Паулу. Похоронив под собой одного человека, еще троих спасателей до сих пор ищут. Здание, это бывший офисный центр, около 7 лет простояло заброшенным. В нем незаконно проживали около 150 человек. Пламя распространилось очень быстро, но людей успели эвакуировать. О причинах пожара пока ничего не известно. Цена душевных страданий брошенный муж невесты Герхарда Шрёдера подает на политика в суд. За что и чего он требует, узнаем от Татьяны Лагуновой. Увел жену за плоти. Бывший муж нынешней невесты Герхарда Шрёдера подал на него в суд. Мужчина требует, чтобы экс-канцлер заплатил за разрушенный брак и невыносимое душевное страдание деньгами. Нанесенный моральный ущерб, естественно, ценил в 77 тысяч евро. Новый роман Герхарда Шрёдера в Германии обсуждали бурно. Еще бы, жениться. Экс-канцлер собрался уже в пятый раз. А его избранница, переводчица из Южной Кореи, Ким Су Йен, моложе, политика на 26 лет. И вот новый пикантный поворот. Брошенный муж Ким Су Йен обратился в суд. И требует компенсировать причиненную боль, дескать, его жена закрутила роман со Шрёдером, еще будучи в браке. Да и на развод он согласился только потому, что Ким Са Йен клятвенно пообещала после процесса разорвать все отношения со Шрёдером. Но обманула. Пару постоянно видят вместе, то в Германии, то в Южной Корее. Более того, они уже и свадьбу назначили на осень этого года. Ким Са Йен поданный иск уже прокомментировала, мол, ее предыдущий брак разрушил не Шрёдер, а семейные проблемы. А вот последняя, четвертая жена Герхарда Шрёдера подавать в суд не собирается. Да и новый роман своего бывшего мужа особо не комментирует. Дори Шрёдерков только призналась, что сама выходить замуж больше не намерена. Дескать, ей и одного раза вполне достаточно. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. На сегодня это всё. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова